ну хорошо я просто хочу немножко вот сконцентрировать нас на христе и вот сегодняшнее послание которое я скажу ну скорее всего она о том чтобы мы сконцентрировались на иисусе ну знаете я бы так может сказал каким путем ходить вот так бы назвал его ну знаете на самом деле сегодня в нашей жизни есть много разных путей конечно же когда я задаю такой вопрос каким путем ходить мы все ответим но мы знаем путь мы все знаем путь ну мы знаем его да знаете и иисус тоже говорил и путь знаете но говорит понимаете ваши жизни будут проблемы которых всегда каждый день перед вами будет стоять выбор сегодня на первом собрании пастор леса там говорила о лике роман которая у нас кстати будет вот на молодежная конференция ну конференция то все церкви ну для для молодежи больше но чтобы могли молодых людей пригласить ну она тоже говорит я каждый день стоит перед выбором это нелегкий выбор мне приходится стоять каждый день перед выбором почему потому что знаете когда ты попадаешь в круги серьезного влияния я хочу сказать там все же знаете вы за деньги за позиции определенные и я уверен что ей предлагали множество позиции денег в разных ситуациях и тому подобного но я хочу вам сказать нам нужно научиться понимать каким путем нам идти потому что мы все понимаем и верим и придем конечно же к этому пониманию кто наш путь на самом-то деле но в тоже самом момент мы должны понимать каждый день мы стоим перед выбором из-за того что мы понимаем вроде бы знаем этот путь я вам хочу сказать нам нужно знать понимаете иисус не хотел чтобы мы знали его только один раз с момент покаяния как мы покаялись он сошел нас на нас своим святым духом наполнил нас крестил изменил преобразил и все один раз мы узнали и на этом все закончилось а потом моя жизнь только лишь идет а ты господи цапцабе ну смысле давай иди сюда иди ко мне и восполняем мои все нужды не друзьям а бог хочет чтобы мы каждый день знали и познавали его если вы помните это откровение у быстро сказать жизнь дуплантис который был на небе побывал на небе не он говорил когда-то когда он увидел этих херувимов серафимов там херувимов он увидел и когда они гали связь от господь целов он это не просто провозглашение он горил это удивление того что каждый раз как только они смотрели на господа они видели его с другой стороны они видели его не такого какого не видели воду этого то есть понимать если мы сегодня увидели но каким путем идти это знаете завтра перед тобой станет опять выбор и неважно что знаете у тебя и стратегия большие планы все на жизнь ты знаешь начало ты знаешь конец куда тебе идти на я хотя бы хочу сказать что иногда в этом пути может возникнуть множество дорог и путей знаете ты за вас смотрел это мультики сказки вот эти когда кто-то идет стал и на распуте камень такой налево пойдешь коня потеряешь на право пойдёшь жену потеряешь и знаете прямо пойдет жизнь потеряешь но и знаете есть такие ко мне держит реают а есть такие ко мне наоборот приобретаю но правда не знаю с какой целью не тоже с нехорошей цели и его знаете и человек стоит на распуте думает ага налево коня конь как-то нужен вот направо на право жену или они на это налево си подержаны потеряешь на право это коня это жену поэтому а прямо подержись потер жизнь как тоже надоело жить до думает поэтому что мне делать коня жалко вот жену жалко пойду уже свою жизнь потеряю ну и там соответственно этому все происходит если в отношениях с иисусом это нормально потерять свою прежнюю жизнь чтобы приобрести новую жизнь что мне нравится что у иисуса когда мы что-то отдаем мы не теряем понимаете что вы иисусе когда мы что-то отдаем мы не теряем мы только лишь приобретаем но посмотрите какой процесс происходит в иисусе христе когда мы отдаем что-то мы садим голое зерно она умирает через нашу веру и вот посмотрите что интересно кто из вас садил когда-нибудь огород землю вот вы садили выше садоводы любители огородники и вы знаете но когда вы садили бывало разные семена бывают добывают ты смотришь на вид вроде бы хорошие другие на вид не очень хорошие есть подозрение даже некоторые люди там знаете как-то вот определяли там пустые они или или потенциал в нем не какой то есть они там воду бросали там если какие-то там всплывали дали что там то они не нужны а которые там тонули те нужны но знать я хочу сказать один раз морковку посеял посеял морковку и она не взошла ни через 40 не через 50 дней и я понимаю что мы останемся без морковки и поэтому я пошел купил еще морковку и посеял там же на том участке и в общем в итоге через какое-то время зашла это и другая я не знаю почему так произошло почему 1 понадобилось 80 дней для всходов а другой около 40 дней там или даже еще раньше понимаете вот когда так получилось тот момент может быть природные какие-то условия были определенные вот в общем так получилось но в чем суть друзья мы суть том что когда мы садим это семя она не очень выглядит но она не 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 с особо аппетитная кроме тех семян которые мы там как приправа до применяем но мы его садим она умирает там земле но потом когда на проект произрастает знаете когда ты смотришь на это создание на ту жизнь которая в этом семени когда смотришь на куст помидора который с такого маленького семечки вырастает растет листочки появляются цветочки появляются потом эти плоды появляются это так прекрасно ты смотришь это тебе радует жизнь приносит правы и и из этого какого-то семени вырастает такое насаждение есть смотрите и церкви старая все это все новое но прежде старая умерла тогда новая выросла пока старая не умерла новое что не выросла поэтому послушайте дорогие мои вот как бог все устроил поэтому у него нет ничего но такого чтобы принесло тебе что-то худший или плохой наоборот когда что-то умирает в нем это приносит только лучшее поймите когда мы что-то отдаем богу когда мы доверяем ему мы не просто с чем-то распрощались мы открыли дверь в лучшее услышьте пожалуйста когда мы что-то отдаем мы открываем дверь в лучшее потому знаете нам нужно научиться ходить божьими путями чтобы понимать и видеть как бог действует хорошо второзаконие 5 глава 32 33 стих второзаконие 5 32 33 смотрите поступайте так как повелел вам господь бог ваш не уклоняйтесь ни направо не налево то есть значит куда и дома прямым путем идете товарищи лет как там великий вождь говорил правильным путем на правильным путем идите товарищ хотите по тому пути по которому повелел вам господь бог ваш дабы вы были живы и хорошо было вам и прожили много времени на той земле которую получите во владение аминь итак посмотрите вот бог говорит к израилю он дает 10 заповедей дает им закон божий и вот через моисея он говорит к израилю и говорит ребята смотрите говорит поступайте так как повелел вам кто моисей господь он даже не говорит ребята как я повелеваю вам он говорит поступайте так как повелел вам господь если вы помните апостол павел писал своих посланиях и в откровениях он он писал там о многих вещах нашей жизни он говорил что наши жизни будут вызовы какие-то моменты какие-то ситуации в которых но нам нужно будет все равно являть христа он грит рабом ли ты призван он говорит не стесняйся этого но если ты можешь освободиться если есть такой шанс и возможность то брит лучшим что воспользуйся так он говорил или нет и он говорил о разном положении людей то есть когда не пришли ко христу каком положении они оказались и он грит не стесняйтесь не чуждайтесь вашего положения продолжайте идти за богом доверять ему и о вот он говорил такие мысли такие слова но впрочем говорит то в каком положении призван но в том и оставаяся но каждый поступать так как господь призвал его вы слышите меня то есть апостол павел дает советы направления но он говорит но каст каждый поступает так как господь что призвал его поймите очень часто сегодня в нашей жизни в нашем выборе открывается разные пути мы всегда слышим мы слышим людей мы слышим правительство мы слышим разные ситуации мы попадаем разные обстоятельства и у нас всегда есть искушение сегодня стать на любой из этих путей которые предлагаются в этом мире на решении кого-то ситуации из множества путей знаете сегодня когда человек заболел понимаете сегодня столько путей столько выборов столько лекарств к одному врачу идешь одно говорит другому другое третьему 3 4 4 понятно просто вот эти фирмы заплатили ему за то чтобы он что-то там делала распространял то лекарство к примеру я не говорю что все так делать понимаете да но я говорю к примеру то есть поймите есть много разных путей но знаете как часто в виде ситуации ты видишь когда происходит трудность проблема что люди не сразу бегут обращаясь тому которым говорят что не знают путь но как часто происходит наш жизни ситуация когда в первую очередь мы всегда начинаем обращаться уповать на то к чему мы привыкли то что окружает нас те предложения которые возникают вокруг нас нашей жизни друзьям и но это же мы с маме это же так часто у нас бывают ведь не всегда за каждое предложение мы бежим господу но на самом деле он то и хочет того чтобы мы ходили по тому пути который он повелел и вот смотрите то чего люди все хотят и вот бог говорит он дает откровение пониманию ходите по тому пути 30 стих по которому повелел вам кто господь бог ваш для чего дабы вы были первое живы скажи жив посмотрите он говорит дабы вы были живы внимание все ли израильтяне все ли евреи доживали до определенного уровня уходили насыщенными в старости лет не всех мы видим мы многих видим которые молодыми даже ну еще в расцвете сил погибли умерли но так или нет но поймите что выбор у каждого какими путями ходить мы не можем заставить друг друга ходить какими-то путями и не пастырь не лидеры при всех вину желаниях не могут никого заставить они могут только лишь дать альтернативу предложения или же направить больше всего на правильный путь но все равно выбираем мы каждый день нашей жизни и вот бог говорит что если вы будете ходить по тому пути который бог повелел вам ну мои сеточки говорит он горит дабы вы были живы и дальше и хорошо было вам вы знаете вот у всех есть вот это вот желание все будет хорошо мы говорим ну так мы говорим часто правды но почему потому что мы все хотим чтобы у нас было что хорошо но это правда или нет на этот штат но бог говорит если мы будем этими путями ходить то тогда будет что хорошо и прожили много времени внимание много времени на той земле которую получите что по владению и так друзья мои каждый раз мы что-то приобретаем в боге мы получаем мы получаем части служения семью жизнь бизнес работу рабочее место отношения знакомиться с людьми каждый день ходим магазины проживаем каждый день но каждый день мы сталкиваемся с чем-то он бывает болезни атакуют но правда или нет ну и какие-то вещи подобные происходят наши жизни но бог говорит если вы хотите через моисея чтобы ну во вам было хорошо чтобы вы были живы и прожили много времени на этой земле внимание кто забрал у нас время кто забрал у нас жизнь ну к примеру ну не у нас вообще у людей кто забирает и кто забирает вот это хорошо чтобы им хорошо жилось я на него друзьям но выбор чей был выбора был у того каким путем человек что пойдет вот в чем смысл друзья мои смысл в том что какое мы решение сейчас примем каким путем мы двинемся сейчас мы однажды придем в определенную как это расположение или в определенную местность вы понимаете как мы начнем путь ну с кем мы пойдем или же каким путем мы пойдем это предопределит то что мы увидим в конечном результате поэтому решение каким путем идти от нас зависит не от бога он говорил что жизни смерть предложила тебе но говорит избери жизнь чтобы жил ты и потомство что твое тоже не говорит о том что бог прям смерть предлагал нет он говорит просто что возмездие за какие-то вещи да за что-то это смерть но он же не предлагает смерть он просто говорит что есть в твоей жизни будет несколько предложений в одном и том же пути у тебя может быть один всего лишь выход который приведет правильное место и тысячи путей в этом же положении которые приведут в неправильное место и вот смотрите иисус говорит что есть много дорог много путей ведущий куда в погибель и он говорит и многие идут ими теперь у меня вопрос к вам друзья послушайте он что к неверующим говорил он не к неверующим обращался в своем послании неверующий все идут в погибель вы слышите все абсолютно но когда иисус говорит обращаясь что широкие пространные врата виду ведущие куда в ад и он говорит многие идут этим путями и так есть много дорог есть много путей которые ведут не туда но он горит но есть узкий тернистый путь он ведет в небо из этих тысяч многих дорог есть одна дорога один путь и он горит но именно он ведет в небо при том же раскладе при той же жизни есть масса дорог но они ведут в для христиан есть масса дорог которые могут либо привести в ад но есть один путь который ведет на небо друзья мы мы понимаем и знаю что этот путь иисус но что мы делаем каждый день в нашем выборе что мы избираем каким путем идти сегодня когда на сегодня утром встал что ты выбрал сегодня этим церковь или же заниматься какими-то другими делами пример понимаете ну о чем я говорю мы делаем мы сами выбираем каждый день нашей жизни каким путем идти сегодня тогда как знать как мне ходить ну вот каждый день путем друзья мои есть пути которые предлагаются псалом 80 14 по 17 стих о если бы народ мой слушал меня и израиль ходил моими путями я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их ненавидящие господа раба лепствовали бы им а их благоденствие продолжалось бы навсегда я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы аминь и так внимание смотрите что бог говорит здесь в этом послании это же он обращается к своему народу и он говорит через псалмопевца через асафа он говорит если бы народ мы что слушал и так внимание не просто но получал информацию какую понимаете ну ну в чем суть пастор вадим сегодня говорила каких вещах каких-то определенных вещах не тоже хорошее послание было утром но посмотрите в чем суть определенное что информации много проходит через нас но слушать это значит принять и исполнить услышать и сделать сделать именно так как ты услышал но послушай неужели и в израиле тогда было мало информации да полно было почему бог послал пророков как вы думаете для того чтобы знать что сегодня происходит в христианстве иногда ну не в нашей церкви слава богу не будет что знаете люди бывают они думают что бог пророков послал что все время укорять людей и тыкать им пальцем но не это было целью друзьям он просто подавал им информацию указывал путь как идти правильно понимаете пророки приходили чтобы направить на правильный путь который уже бог показал и сказал давно чтобы люди могли идти этим путем вот как его цель была и задача божья потому что надо когда мы читаем ветхий завет мы читаем пророков знаете а не смотришь такое впечатление как будто они там тыкали как будто они такие были самые главные то сидели там на кали своем еду варили ну то это еще что-то знаете такие посмотришь такие вещи думаешь ну я бы не хотел бы такого сложения никогда бы но но представьте себе но зачем было богу говорить пророку возьми свои свой кал и пойди на нем еду приготовлю понимает ну и пророк пророк еще договаривается господь а можно чуть другим вот эти немножко видоизменить там ситуацию и господь позволяет ему но все равно или говорит ему лежит там нацать количество дней на одном боку я хочу сказать кто из вас хотя бы ночь на одном боку мог пролежать я думаю нет ни одного человека я например особенно сейчас я не знаю почему чем это связано но я так ворочаюсь постоянно меня малейшее шум ну знаете я чувствителен так сейчас очень сильно поэтому ну я всегда переворачиваю сбоку мама я бы даже при всем знаете условия это было бы сложно понятно что мы понимаем божья благодать бог дал силы и все тому подобное но хочу сказать на принятие такого решения нужно было согласиться с богом на самом-то деле услышать чтобы хочет и сказать богу да я это сделаю пойти это что сделать эти люди они именно это делали поэтому пророки не были теми которые хотели укорить наоборот они были теми кто еще страдали за свой народ чтобы на самом деле обратить внимание их ребята этот парень тут лежит столько мучиться давайте обратим внимание чего здесь лежит вообще уже три недели лежит здесь на одном боку смотрите же не поворачивался никуда не уходил он же здесь лежит а что случилось почему ты здесь лежишь знаете бог уже всякими путями хотел обратить внимание чтобы направить на правильный путь как часто в нашей жизни знаете бывает так уже шотики не было уже шотики господь не рубы уже уже и кирпич небо падал вот уже и что там еще и в окно влетела и и откуда-то из-за угла залетела и 356 верующих уже говорили об одном и том же но как-то знаете не доходит не слышимо бывают поверьте бог всегда говорит он всегда показывает путь бога желание одно чтобы ни один человек на этом месте не попал в неправильное положение не пошел неправильным путем чтобы ходил только тем путем который бог указывает но мы сегодня знаете нам хочется взять такую позицию что только я знаю какой путь не в господь указать но поверьте господь всегда когда мы не на правильном пути он посылает людей посылает ситуацию он говорит через слово почему писание говорит что бог говорит через свое слово бог говорит при устах двух или трех свидетелей и часто это люди которые даже ну вообще не заинтересованы не знаю что у тебя происходит но бог посылает они говорят но хотим ли мы часто прислушаться зачастую не всегда но бог хочет направлять нас чтобы мы правильным путем пошли поймите если мы поймем бога друзья мы то мы поймем нигде ни в одном случае бог не хочет чтобы мы проходили страдания мучения понимаете какие-то ситуации только согласие ради него евангелия он говорил что если вы страдаете ради меня и ради евангелия то вы блажен дух божий подсчет на вас но я горит дам вам силы в этот момент я дам вам но поймите и бог никогда не поведет нас туда где мы но знать не будем готовы на что-то поймите он испытал и знает наши сердца он знает их еще от самого рождения нашего счет до нашего рождения он знал чем мы будем жить кто мы будем как мы будем поступать он знал какие выборы мы даже будем делать но все равно давал нам право этого выбора понимаете позволял нам иногда запутываться попадать какие-то ловушки обстоятельства ситуации но по-прежнему тоже который взял нас за руку и хочет повезти и он делает все чтобы вывести правильный путь поставить на правильный путь повести правильном правлении потому что это его желание он говорит если бы израиль вы выходили моими путями соединка я скоро смирил бы притеснителей смирил бы врагов и обратил бы руку мои на притеснителей израиля но их это израиль имеется внимание когда в нашей жизни происходят войны задавались ли мы вопросом почему посмотрите послушайте внимательно все хорошо с духовной войной мы должны это понимать но есть времена битвы сражений но это не говорит о том что ну вся наша жизнь должна быть только в войне вы понимаете да писание говорит о том что как церковь это и воинство его ну мы воины христа но знаете войны возникают не по причине любви а по причине ненависти по причине ожесточения естественно есть тот кто постоянно войну принес и конечно же сегодня мы находимся на территории сражения но в нашей жизни друзья на когда мы с богом мы должны понимать бог может либо не допустить в нашей жизни либо допустить но по причине и он он говорит если бы вы слушали меня бы я бы послушайте внимание бог всемогущий говорит я бы смирил бы ваших что притеснители взяла какие враги сегодня у нас жизнь какие болезни одолеваю такие ситуации которые вокруг нас вы понимаете что очень часто мы пытаемся пробиться пытаемся знать и ну ну воевать с тем в чем на самом деле надо по его прежде всего с собой со своим мышлением со своим отношением со своим но эгом понимаете надо надо с этим сразиться чтобы понять что причина войны сейчас не в том что враги атакуют тебя из-за того что но не всегда будут моменты когда приходит приходит испытания но зачастую вот моменты когда бог говорит неужели моя мышца коротка чтобы удалить врагов бог в одно мгновение может врагов удали даже так там говорится что горит бог даже тем кто любит его и врагов его примеряет с ним то есть понимаете какая был какой бы восстание не был как бы проблема не была бог силен ее что решить поэтому ведь но если бы израиль слушал бы мой голос то что и ходил бы моими путями то я скоро бы смирил бы друзьям и чем быстрее мы послушаем бога для лично твоей жизни поймите мы как хотим прийти к пастору что пастор все рассказал или лидер или наставник давайте что-то подмечу одни некоторые люди хотят быть наставниками а некоторые боятся наставник почему мы просто я слышу часто от людей и мне приходится им пояснять потому что одни знаете хотят иметь наставничество потому что можно кого-то за проповедовать время и только им проповедовать но суть наставничество не в том чтобы влагать в уши людей проповеди а суть наставничество в том чтобы своей жизнью показывать христа и показать как ты справлялся с какими-то ситуациями трудностями давая какие-то советы но ни в коем случае не говоря что делать а говоря рассказывая своей жизни но направлять нужно на христа вот чем суть наставника показать правильный путь котором христос говорит но суть каждого услышать от бога чтобы хочет в его жизни потом понимаете ни один пастор даже самый мудрый самый лучший никакой служитель никакой наставник не решит проблему наш но идя соединение с господом мы можем позволить и врагам быстро смириться под крепкой рукой божьей и всех притеснителей друзьям и когда мы попадаем в трудности ситуации притеснения знаете кажутся чем больше давление тем больше масла выжимается но знаете я я не верю в то что постоянно должно быть давление над нашей жизни не должны мы не должны жить постоянных постоянных битвах друзьям и есть время благословения есть время празднования есть время хороших но возможностей которые нам нужно использовать но если ты постоянно занят войной послушайте люди которые заняты постоянно войной они одержимы войной они к мирной жизни не могут даже настроиться ну посмотрите сегодня на тех кто что-то возвращается многих их нужно реабилитировать еще потому что их мысли все их же и занята у них боевые сражения действия он пришел уже все здесь тут мирная часть а он не может он войне до сих пор ему нужно поменять свое отношение в данной ситуации уже тут врагов нет понимать но он воюет еще до сих пор точно тоже бывает в нашей жизни враги не по причине того что ну атаки идут а по причине того что может быть мы что-то прослушали то что бог говорил наша жизнь то есть понимаете нам нужно понять его разумеет и единственный кто может найти этот путь это ты единственный кто может найти путь правильный путь твоей жизни в данной ситуации это ты и господь потому что только он знает какой путь тебе указать потому что он знает каким путем тебе идти и друзьям и поэтому мы должны понимать что мое первостепенное отношение должно быть с тем кто укажет не путь давайте мы посмотрим чуть-чуть в историю рождества загляни и если вы помните то волхвы да вот волхвы они были ведомы у них был навигатор звезда которая появилась да они шли за звездой но посмотрите звезда привела их тоже сначала во дворец к царю тогда правда ведь вы читали бы и вот они пришли к царю и они сказали мы пришли мы выведали звезду мы высчитали мы мы по звездам определили и вот звезда и вот мы видим что будет рождение нос но спасителя в этот мир и они пришли рассказали царю сарь встревожился потому что какой еще царь я здесь саль а они горели о царе рождение царя вот они говорили что царь должен родиться и царь и раз тревожился потому что ну как это это же буквально ну в его понимание это было значит конкурент значит тот кто попытается свергнуть мою власть а я же здесь поставлю до смерти буду а потом мой сын станет а потом сын моего сына то есть понимаете у него план уже был на всю жизнь как будет классно его династии как его дети будут безбедно существовать потому что ну равен царя это хороший уровень я хочу вам сказать ну вы понимаете дочь он сам и что захотел то изрубил реки закон и поэтому конечно же на это это и ответственность большая потому что если глупостью построить всю то извините глупостью получит в своей жизни нас память их но мудрое устроение мудрое царство в same apple всегда приносит благословения и тому кто царствует и всем людям которые живут в царстве посмотрите на царствоора сама от саламона мудрейший человек у него рабы рабов еле золотыми ложками кто из вас дома из или вилками приборами кто из вас дома есть приборами из чистого золота но хотя бы из чистого серебра есть кто-то кто и чистого среду но еще с мельхиор там же нечистое серебро там нечистое с ребра потому что даже чистого серебра не едим но друзьям а там из чистого золота рабы-рабов ее тогда вопрос у меня кто мы туда если в глазах соломона посмотреть если у рабы-рабов ели золотыми приборами то есть понимаете во все познается в сравнении поэтому мы должны понимать что у бога есть план и он и смотрите бога ненавидящие господа раболепствовали бы им то есть израиль то с другими словами они бы были бы как вот прислужники у израиля то есть представьте всего лишь нам всего за то что ты ходишь путем божьим за то что ты слышишь господа прислушиваться к тому что он горит на твою жизнь идешь этим путем он говорит что он тебя не унижает а что возвышает когда мы считаем что он избрение возвышает нищего и поставляет его с князями народа своего это не просто даже не все подряд стали но это те все кто пошли путем которые бог указал ему поймите если каждый знак в чем суть суть в том что каким путем ходишь ты каким путем хожу я то есть понимаете каждый день нашей жизни мы принимаем эти решения его смотрите эта звезда привела к царю царь сказал им хитро так но они же не знали ты же не все знаешь что в твоей жизни происходит правильно ты же не не всегда знаю что завтра будет поэтому иисус говорил не заботясь о завтрашнем дне он позаботится сам о себе достаточно для вас сегодняшнем дне определенных действий забот итак посмотрите они пришли к царю они же не знали на царь говорит вы когда узнаете когда вы ведаете вы придете мне и скажете где родился младенец у царя был другой план у него был план убить его конкурента вы понимаете а у этих людей они с искренними мотивами пришли почтить царя как мудрецы они думали что царь тоже хочет вместе с ними почтить будущего царя они же даже подумать не могли так он думает а бог все знал и видел бог знал как думает ира бог знал все его нечестивые желания и поэтому когда они пришли вы помните звезда встала над хлебом они они пришли к хлеву и вошли увидели уже привела их в тот дом где был иисус рожден увидели марию мать его принесли дары и целые караваны принесли дары почти царя они пришли почти ли его и вот они хотели вернуться опять назад той же дорогой прийти ки роду и сказать что вот вот этот царь который рожден новое сне не получает откровение идти другим путем и не возвращаться ки роду то есть они конкретно получили во сне наставления что не возвращаться ки роду теперь у меня к вам вопрос а если вы они вернулись ки роду чтобы произошло мы даже себе прокрутить не можем этого все вы понимаете но бог знал об этой ситуации что им нельзя возвращаться керами потому что наши бы весь план божий нарушился поэтому богу нужны все люди которые в точности послушны ему если мы хотим видеть свою жизнь благую если мы хотим видеть но лучшие дни хорошие дни у нас то каким путем мы ходим сегодня таким путем идти каждому из нас мы выбираем мы думаем об этом поэтому бог знает все что происходит вокруг вашей жизни в вашей жизни все что произойдет в будущем он все знает до мельчайших подробностей поэтому он хочет повезти каждого из нас чтобы не мы не попали в эти ловушки дьявольский поэтому он сказал мудрецам не возвращаться как же это же царь посмотрите буквально когда они искали царя который должен родиться будущего да ну по их представлениям они может они где-то понимали что это царь царей но они пришли и пришли пришли через старя действующего они почти ли царя действующего поэтому в их сердце это же восток друзьям и там почтительность она самого детства вкладывается поэтому нам нужно изменять свое отношение свою внутренность меня и поэтому они хотели вернуться опять почти царя чтобы на самом деле сказать кто этот но она ну во сне получил откровение то есть понимать они на своем уровне получали откровение от бога пошли бог же их привез привел тогда как мудрецов к поклониться царю царей и так внимание друзьям и вдруг в этот момент почему-то они не оказывают почтение и роду потому что есть вышестоящий царь царей всех царей это господь и так друзья мои они не почти ли царя и и павел извините ученики когда они стали перед снегроном и те говорят неужели но мы не говорили вам не рассказывать об имени этом это внимание это были на то время почитаемые люди это были на то время служители и они-то понимали что это власть но на то время священнослужители но они говорили послушайте вы нас того нам больше должно слушать вас или бога то есть понимаете когда стоит выбор каким путем идти тогда мы выбираем кого сейчас лучше почему я говорю что таким путем ходить потому что каждый день у нас из выбор мы можем ходить путями наших родителей мы можем ходить путями мужей мы можем ходить путями властей понимаете каждый день мы выбираем все зависит от того как мы хотим быть я хочу сказать даже сегодня когда ну мы мы уважаем почитаем власти в этом городе но мы должны быть настолько чувствительными и аккуратными чтобы не заигрывать с властью в их понимание а чтобы при этом всем проявлять любовь иисуса но быть преданными господу иисусу чтобы когда если будет выбор друзьям а поверьте в нашей жизни всегда придут ситуации когда будет выбор знаете когда человека которого ты любишь и когда приходит время выбора придется выбирать иисус говорил в евангелие от марка 10 главе он говорит когда ученики пришли петр говорит там кто же может спастись и петр пришел к нему вот мы оставили все и последовали за тобой потому что иисус говорю кто не оставит отца мать детей земли жену ради меня и евангелие тот не может быть моим учеником кто об этом читал теперь внимание можем ли мы взять и выбросить это место из писания уж она мне нравится ваша ну как это оставить это не говорит о том чтобы вообще знаете навсегда на всю жизнь вычеркнуть их из жизни но это как раз то говорит о том каким путем тебе идти сегодня потому что когда твоей жизни начинается этот путь раздвоение и тебе сегодня предложение возникает предложение и ты выбираешь что тебе делать и если мы пойдем путем жены детей мужа родителей властей том понимаете что мы можем просто ошибиться и когда начинают происходить эти бури катаклизмы проблемы мы часто сражаемся и боремся но мы не понимаем что проблема не в этом а проблема в том какой путь сейчас ты выбрал каким путем пошел в данный момент поэтому друзья мы должны понять что это очень важно бог хочет чтобы мы его путем ходили потому что только он знает как благословить нас теперь внимание внимание у меня есть ответ я слышал людей и видел людей которые говорили но как же а вот там то а вот вот это а вот но но это же люди тоже родные это же то понимаете в чем суть я видел что тех людей которые не выбирали иисуса в этом пути а выбирали других людей или же другим обстоятельством подчинялись они в своей жизни потеряли все поверьте все кто-то потерял свое призвание туда потерял семью кто-то потерял бизнес кто-то потерял ну да людей там какие-то отношения но все люди послушай я сталкиваюсь людьми которые в своем выборе выбирали иисуса и знаете что я вижу какой ситуации если им приходилось оставлять детей они не потеряли детей если им приходилось оставить семью на какое-то время для какого-то дела которому бог призывал они не потеряли поймите с иисусом мы не теряем а приобретаем иисус говорю кто не собирает со мной то что расточает поэтому мы должны понять единственно с кем мы можем собирать и единственным путем который мы можем идти это путем с иисусом идти за иисусом эти сегодня есть брат один нашли убережной церкви дочерней и место с ним встречаюсь и иди за иисусом и он уже знаете для него это уже стало таким что я иду за иисусом уже как меня видит уже говорит я иду за иисусом знаете но казалось бы что тут в этих словах но я хочу вам сказать когда начнешь задуматься над этим ты поймешь что каждый день своей жизни ты делаешь выбор каждый день и то к чему ты сегодня пришел или на тос тос то стадии твоего жизненного пути на котором ты находишься это решение твоего выбора и это тот путь по которому ты идешь который сам выбрал никто за тебя не выбирал знаете когда люди приходят знать и вторгаются в чью-то жизнь пытаются там затем насоветовать кучу всего у меня сразу самый первый вопрос особенно знаете в семьях любят советовать вот придут в семью начинает рассуждать и советую и вообще знать и когда семейные семинары я люблю чтобы со всех сторон смотрелось просто часто на семейных семинарах вот приедут гости знаете и одну полу часть какой-то покажут а вторую не показывают и люди остаются вообще в недоумении некоторые некоторые это огорчают думают они какие-то не такие какие-то нехорошие и и и такое подобное что у кого-то может хорошо было все знаете ну вот хорошо было а другой попал ситуации да может быть неправильный выбор и делал жизнь но сейчас как ему сейчас выбраться ему не дают выхода все ты конец тебе знаете какой конец если вы сусе только самое начало жизни понимаете всего поэтому иисус никогда конец не скажет наоборот он у тебя есть хорошее будущее весь хорошего начала поэтому я с тобой во все дни жизни моей твоей обе понимаете иисус наоборот он но он дает выход он показывает путь которым сейчас эти и в этом заде и будут люди они приходят и советуют мне сразу первый вопрос узнаешь вот и сейчас посоветовал кому-то у него просто ты будешь жить всю жизнь с этим человеком а чё буду жить даже не моя жена или не мой муж зачем ты тогда ну вот так советчик такой великий понимаешь направо на то что бог говорит своем слове и позволь людям принимать решение самостоятельно каким путем иметь и мы сегодня можем судить осуждать пересуживать я хочу вам сказать нет ни одной семьи в которой бы не было бы каких-то перипетий разборок и и подобных вещей но вопрос знаете как решаешь ты конфликты вот это вопрос после того конфликт уже три года идет понимаешь то тут тоже надо спасение тебе реальный чтобы господь мешался вот понимаешь сам изменился и и и и тогда и другой изменится а если у тебя произошел конфликт найти у нас тоже есть конфликты две минуты и он решен понимаете мне нравится но мы люди же все нас у всех есть тоже что-то не хочется чтобы вот так вот было знаете а другому хочет чтобы так было но зато знаете в конфликте всегда истина рождается потому что поконфликтовали примирились и все поняли как иметь и дальше вы понимаете знаете даже у посла павла без конфликтной ситуации не было он не достиг успеха своего служения без конфликтов поэтому когда конфликты происходят 1 нормально но просто как ты их решаешь или ты врагом сделал человека на всю жизнь понимаете или же это тут же решил от конфликт и понял что лучше мы пойдем вместе но правильным путем который бог нам указываю и в этом успех всего но поймите решением мы с вами принимаем вот знаете есть истории вот во второй книге про упомянул он есть несколько историй одна история это о царе охозии кто-то слышал о нем его царство не было всего один год очень короткое царствование ну знаете я бы них царствовать но чем его проблема была пророк который послал ему письмо он говорит бог но отвергая тебя и мало того что он там такие вещи сказал он горит ты еще и заболеешь так что тебе все внутренности будут больны и знаете охозия потом и умер у него внутренности все выпали что-то подобное обиуде говорилось на что все внутренности его будут вывалятся вот подобная ситуация вот сахозии было то есть перед смертью него все внутренности вывалились и он умер от того что у него все внутренности вывалились понимаете и это ну ужасная болезнь было и и пророк написал ему письмо и говорит из-за того что ты не ходишь путями которыми ходил твой отец и арам по моему и и твой дед они ходили моими путями а ты взял и израиля ввел в блудо действия они начали поклоняться другим богам ну то есть он неправильным путем пошел сам и других людей повел этим путем и он говорит знаете и бог не поразил ну понятно что кто-то там лично получил какие-то проблемы в своей жизни за этого но поразил того лидера который повел неправильным путем прежде всего потому что он понимал что он дал им давал ему шансы справиться вы понимаете послушайте бог всегда дает шансы наша жизнь но если мы их не используем то тогда уже извинить он здесь ни при чем это мы сами но не хотим слышать бог поэтому но и сегодня но мое послание о том чтобы мы приняли решение каким путем мы будем идти евангелие то она 12 глава 26 стих и она 1226 я буду сейчас идти к завершению и она 1226 иисус говорит кто мне служит мне да последует их деятами слугам и будет и кто мне служит того почтит отец мой аминь и так внимание иисус говорит кто мне служит тот что мне до последует если мы хотим быть служителями иисуса друзьям и то мы прежде всего должны понимать за кем мы идем я хочу сказать служить иисус это честь и привилегия то есть проблема сегодня когда человек не служит иисусу меня вообще вопрос тогда вообще с иисусом встретился понимаете что когда мы встретились с иисусом у тебя будет естественное желание я хочу служить иисус но он ведь кто мне служит тот что мне до последует что это значит значит буквально ходит моим путем идет за мною и он говорит кто мне служит внимание мы всегда говорим о почтении богу почтение людям божьим служителям там все нормально с этим но здесь иисус говорит кто мне служит мы говорим всегда почти не богу а иисус гри кто мне служит того почти мой что отец и твой тоже отец вообще то он то есть вы понимаете какая высокая честь высокий уровень о котором говорит иисус он горит кто за мной идет и мне служит того еще почти мой что небесный отец понимаете мы часто хотим чтобы нас люди почти ли и вот ну все нормально с тем чтобы правильно относиться служителям почитать все хорошо с дарами божьими но посмотрите посмотрите на себя не как просто на дар божий а как на того кто служит кому и узнаете когда мы часто ну или мы служим иисусу кому мы служим во-первых до либо я служу себе и своему эго либо я служу иисуса если я служу иисусу тогда знаете если тебе не почти ли почести какие-то не воздали послушайте слово божье говорит наоборот у тебя есть хорошая честь отец твой никогда тебе не забудет он почтит тебя из-за того что ты служишь иисусу и следую за ним поэтому служить это честь и знаете иисусу тоже не воздавали почести за его служение но он не остался без почтения своего отца отец все ему отдал за полное послушание поэтому друзьям и насколько мы будем идти за иисусом насколько мы будем послушным насколько мы будем идти этим путем которым выбираем эти за иисусом я хочу вам сказать поверьте отец почти тебя бог видящий тайны и он явно явит поэтому знаете когда в жизни кого-то из людей появляется я не говорю о том что как возможность как это пристроился или еще что-то я говорю как реальное чудо что-то появляется дом машина там квартира хорошая семья или еще что-то послушайте это не результат какого-то волшебного случая это результат невидимых вещей когда человек послушен господу идет за ним вы понимаете поэтому поймите когда мы пришли к нему нам нужно с ним нашли строить свою жизнь исайя 35 глава 8 9 стих он вообще говорит очень такое сильное обетование которое сейчас происходит в эти дни мы живем в эти дни о которых говорит исайя исайя 35 8 9 стих и будет там он говорит о пустыне который изменится и там где было были проблемы он где там все расцветет там вода будет там много воды будет и вот и будет там большая дорога и путь по ней назовется путем святым нечистый не будет ходить по нему но он будет для них одних то есть для израиля идущий этим путем даже и неопытные не забудется вообще для всех верующих говорится итак внимание идущие этим путем внимание даже и неопытные что не забудется внимание посмотрите когда мы выбираем правильный путь путь со христом то он говорит неважно кто ты во христе ты уже 20 лет 40 лет много у тебя мудрости немного еще мудрости но горит даже самый неопытный ставший на этот путь никогда что а не заблудится итак внимание как жить чтобы не заблудить смысле не заблуждать но смысле не не пойти неправильным путем как жить вот так идти по правильному пути и даже если неопытный не заблудишься попадешь точно цель льва не будет там и хищный зверь не войдет на него внимание о чем он здесь что он имеет ввиду он не имеет ввиду то время о котором он говорил что лев и огненок вместе будут он говорит о том что хищники помните мы читали с вами если бы израиль был бы послушен бы то бы я бы смирил бы быстро бы всех врагов так вот друзья мы вот эти враги вот эти нападки вот этих диких зверей лютых он льва не будет на этом пути и хищный зверь не взойдет на него его не найдется даже там а будут ходить искупленные внимание вспомните что апостол павел говорит в евреях он говорит что мы приходим к богу по святое святых внимание наш путь сегодня в лучшее лежит через святилище через святое святы и он говорит что они приходят путем новым живым который бог открыл нам через завесу то есть плоть свою и через кровь сына божьего иисуса христа то есть через тело и кровь христа мы входим во святое святые друзья мы что происходило во святом святых самое главное что там происходило близость встреча и откровение о том куда идти что делать и власть там итак внимание как мне сегодня жить каким путем ходить ходи путем иисуса ходи через святое святы и никогда не принимая решений в своей жизни без святого святы особенно жизненно важно поэтому друзья мои мы должны понять все хорошо с тем что у нас вокруг нас должны быть мудрые люди общающиеся с мудрыми станет мудрым но мудрость мудрецов если вы помните с елом пришли мудрецы они больше спорили с ними указывали на недостатки вот это то что сегодня к сожалению иногда люди приходят почему они не хотят идти потому что вместо мудрецов они услышали потом еще как о нем разговаривают за спиной и рассказывать все его прелести жизни в интерпретации своей уже вместо того чтобы сохранить тайну и например еще одну вдохновить человека дать слова ободрения какие-то как ему исправиться человек например хочет исправиться поэтому из-за этого проблемы но и мудрецы с емом были точно такие же они пришли и они начинали ему все указывать рассказывать и его оказался правее их в этом всем при всех своих недостатках и промахах и том что он сражался потому что у него проблема была и он бога не похулил а у них знаете но у них все хорошо было они человека просто забили своей мудростью великой знаете при этом они не глупые были вы заметили они не глупые они хорошо говорили мудро но мотивациях неправильно было поэтому должны понимать что точно так же и в нашей жизни мы должны ходить к мудрым чтобы у общаясь с мудрыми стать мудрыми мы должны быть рядом с теми кто мудры но мы должны в тот же самый момент понимать что путь решение твоей жизни лежит не через кого-то а только через иисуса христа иисус сказал я из путь истина и жизнь никто не может прийти к отцу как только через меня и никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец мой взаимосвязь полная поэтому к отцу мы без иисуса не придем поэтому бог открыл нам этот новый путь благословенный путь и иоанна 1226 мы смотрим до 8 12 я на 8 12 здесь иисус говорит опять говорил иисус народу и сказал им я свет миру кто последует за мною тот не будет ходить во тьме но будет иметь свет жизни аминь итак внимание иисус говорит я свет этому миру потом он говорит что вы светом этому миру соль этой земле и и он говорит кто последует за мною то что тут не будет ходить во тьме но будет иметь сверх жизни внимание почему сегодня у людей нет понимания откровения как им поступать почему легче найти кого-то почему легче к врачу пойти я не говорю о том что ходить врачам это плохо а поймите так проще и легче но тогда мы таки останемся во тьме понимаете путем к врачам ты не решишь вопрос об исцелении это только лишь временное облегчение на какое-то время но чтобы решить путь исцеления нужно прийти к кому является целителем чтобы решить твой семейный вопрос кому нужно прийти тому у кого успешнее семья это нормально слушать советы о успешных но решение принимать тебе нужного святом святых с иисусом вы понимаете чтобы понимать сделать выбор самостоятельно чтобы ты взвесился чтобы ты мудро здраво рассудил и принял решение потому что поверьте господь никогда не направит тебя не подтверждая чего послушайте я могу являть свидетельство того что я десятки раз даже сотни раз обращаясь к богу когда я сказал свой путь который мети и знаете когда я получал что-то поверьте всегда было и слово божье которое подтверждало и всегда были свидетели которые не понимая ситуация не приходили и подтверждали какие-то вещи ну что бог давал показывал и это не сметили те которые значит с улицы зашли и такие свидетели а мы тут свидетели и голы знаете мы хотим вам тут рассказать знаете ли вы бог а ну-ка идите ка сюда не друзья мои это свидетели которые являются столбами людьми которые почитаем в церкви они те знаете пришел туда с улицы вот я привел тут трех свидетелей знаете они живут такой же жизни как у тебя беззаконные знаете они пришли свидетельствовать что блудить это нормально понимаете это не то свидетельство это я красно но совсем обратно и только раз тоже логово другое поэтому мы должны понимать что свидетельство приходит через людей которые которые доверенные люди понимаете да поэтому это нормально это хорошо ну еще одна может быть история и мы помолимся один человек я его знаю это бизнесмен и свое время у него был тяжелый период в жизни и в итоге он попал в такие долги у него был долгу но больше миллионов у кого из вас были долги миллион хотим и я не посылаю вам долги не но я спрашиваю были ли у кого-нибудь когда-нибудь такие долги то есть мы даже вообще представление имеем что за за долг знать тут уже тысячу долг уже истерика понимаете как давайте не жить вдох туда чтобы истерик не было но у него так случилось знаете вот попал он потому что в бизнесе будет разные ситуации могут бро кинуть там ну знаете но навредить что угодно сделать и вот он попал и он был должен миллион и знаете даже не так что ты должен как бы так ну ладно отдашь когда-нибудь лет через 200 нет не так это каждый день прессинг особенно люди которых и так деньгам жадные вы знаете за миллион если тут за 40 гривен убивают некоторые ситуации понимаете то что говорить о миллионе и вот и причем это не в это время это раньше это было намного больше чем сейчас и вот хотя и сейчас миллион это большие деньги и вот представьте у него была депрессия очень тяжелое состояние из-за того что вы прессовали он уже не выдерживал и он несколько раз хотел покончить жизнь самоубийством хотел выпрыгнуть из окна высотки ну в общем много было разных случаев чтобы вот ему покончить жизнь самоубийством он не находил выхода и вот однажды когда он пришел к своему пастору просто был я не знаю какой-то день обычный может быть молитва но его состояние было же знаете вот безвыходное у него не было выхода он искал выход где этот выход бывало кого-нибудь подобно что жизни вот ты что-то не ты туда пытается туда туда а выхода нет но я хочу сказать сегодня бог перед этим дал это слово да что он есть и вход и выход поэтому у него есть выход из самой трудной ситуации он силен воскресить даже поэтому и вот у него была эта ситуация безвыхода он пришел вот в этом состоянии и он пришел просто чтобы помолиться за него и когда пастор молился я сказал просто увидел такую картину вот я вижу как перед тобой лежит тысячи дорог и они все неправильно но горит есть только одна дорога по которой у тебя выход эта дорога по которой тебя бог поведет и он сказал ему такие слова вроде такие простые не особо какую-то да ну но там это было слово которое было сказано и он ухватился за него он начнет держаться за это слово и через какое-то время в его жизни начали происходить перемены при этом он давал богу из того что было при этом он не оставлял своих каких-то заветовый обетов и что вы думаете друзьям и буквально за несколько лет он поднялся очень серьезно бог через него фирму поднял где он стал миллионером и он сегодня является миллионером приличный миллионер и но своими лимон миллионами он служит богу реально он на царство боже столько жертвы что вы себе даже представить не может и это постоянно и он в этом не останавливается он в этом только лишь растет вот потому когда вы столкнетесь с ним и с той церковью в которой он находится вы увидите что но у той церкви очень много всего есть и это в основном часто благодаря тому что этот человек услышал слово от бога из этих тысяч дорог все-таки принял ту одну ухватился за иисуса иисус повел его и вывел из всех долгов и не только вывел с долгов но сделал его миллионером поэтому знаете вот такие миллионеры становятся какими миллионерами становятся потому что люди готовы идти за иисусом и делать то что он говорит и поверьте это слово стало решением частью его жизни он сегодня старается держаться всегда того что говорит иисус когда в церкви происходят какие-то проекты он один из первых кто участвует во всех этих проектов по максимуму и при этом он остался обычным простым человеком не таким затем при этом обычный человек затем он деньги в банк носит я когда видел я удивлялся просто в пакете обычном и года ходят с пакетом понимаете зашел и целый пакет пару пакетов с деньгами заходит боже мой сюда так нельзя но он доверяет господу понимаете когда так слава богу все нормально поэтому друзьям и это одна из историй поэтому идите путем божиим идите за иисусом идите тем путем который предлагает бог потому что вы будете встречаться каждый день с выбором со многими путями дороги но друзья мы волхвы они послушали бога они послушали больше бога не жили царя который на самом деле хотел уничтожить младенца поэтому знаете чтобы дьявол не хотел бы уничтожить своей жизни если ты будешь послушен иисусу то он целён и врагов твоих примирить с тобой для него нет ничего невозможно аминь давайте мы поднимемся и воздадим славу нашему господу иисус слава тебе боже мой благодарна тебе что у нас такой чудесный прекрасный что в тебе мы можем все с тобой мы можем все и мы имеем твои благословения в нашей жизни и ты открываешь нам свой путь по которому мы можем идти и я прошу тебя господь я молюсь тебя каждом человеке на этом месте у каждого из нас каждый день есть выбор мы принимаем решение мы делаем выбор чтобы пойти каким-то путем каждый день господь я прошу тебя коснись каждого сердца чтобы у нас был твой дух послушания чтобы мы могли прислушиваться к тому что ты говоришь чтобы через святое святые но могли приходить к решениям которые ты даешь нам определить в нашей жизни я прошу тебя о каждом господь прикоснись твоим духом святым чтобы каждый научился ходить с тобой исследовать за тобой чтобы каждый был успешен своих путях и прости нас господь там где мы уклонялись от путей и научи нас идти праведным святым путем путем новым путем живым во имя иисуса путем пока на котором даже самый неопытный не заблудится господь мы хотим чтобы ты взял нас за руку и повел повел и благослови нас иисус чтобы мы всегда делали правильный выбор говорим нас громко чтобы мы слышали твой голос научи нас слышать и распознавать твой голос ради всех голосов этом мире во имя иисуса христа но яви твою славу наполни духом жизни и благослови отец и да будет во всем твоя благодать с нами во имя отца и сына и святого духа аминь аминь слава тебе господь и суд аминь